Микс Ньюс Добрый день, мы начинаем программу «Разворот» 12-13 на часах. Сегодня веду я, Алена Борисова, помогает мне звукорежиссер Евгений Копеина. В гостях у нас сегодня профессор Латвийского университета, экономист Гундер Сберзенч. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Мы сегодня поговорим об актуальных вопросах, в том числе затронем и проблемы развития латвийских территорий, поговорим о перспективах экономики, об образовании, в том числе, как о школьном, так и высшем. Поэтому подключайтесь, задавайте вопросы нашему профессору 672-12-939, 672-13-939, ну и, конечно, пишите нам по WhatsApp, я напомню, 2061-91, будем зачитывать ваши комментарии. Ну и мне хотелось бы начать, прежде всего, с ожидаемой административно-территориальной реформы, причем всеми, да, и представителями госструктуры, и обычными жителями, в том числе, вы неоднократно уже высказывались по этому поводу. И вот поскольку общественность уже в том числе и ознакомили с предложением и представили презентацию, я напомню нашим слушателям, что новая реформа Министерства по охране окружающей среды и региональному развитию представляет собой, что вот из нынешних 112 самоуправлений останется только 35, да, и в том числе, как мы можем понимать, сократится и общее число муниципальных депутатов. Вот, и поэтому хочу вас спросить, вот как вы оцениваете реформу, основную ее идею, чтобы сильные самоуправления, ну если можно так сказать, подтянули за собой более-более-более слабые? Ну, во-первых, надо смотреть с точки зрения территориальных реформ. Это всегда, как бы, для всех стран болезненно. Но это не первая реформа, да, в Латвии территориальная, да? В Латвии, но и в целом в мире всегда такой очень сложный вопрос, потому что любые перемены кому-то нравятся, кому-то не нравятся, потому такого однозначного ответа на хорошо или плохо для кого-то, трудно сказать. Но, для страны в целом, я думаю, что вопрос административно-территориальной реформы созрел. Более-менее сейчас, в это время, я думаю, большинство населения готовы к реформе. И почему готовы? Потому что ситуация изменилась за последние 10 лет. И тенденции урбанизации в целом, не только в Латвии, в целом мире продолжаются, и они как-то будут продолжаться. И что это значит? Что ситуация в территориях Латвии меняется. И люди эти замечают, люди уезжают, люди уезжают, если не в центре, в большие экономические центры, то уезжают из-за границы. И потому ситуация на местах меняется. Что это означает? Это означает, что, как мы жили раньше, наверное, жить больше так долго не сможем. И только что вышло исследование Латвийского банка, где четко говорится, что если мы так будем продолжать, как сейчас, то расходы, даже у тех, у которых сейчас есть деньги, в течение ближайших лет, тоже у тех конкретных, у самопрельных, могут и не быть достаточных средств для того, чтобы содержать нормальное качество услуг. Мы даже говорили, наверное, о региональных, да, о центрах больших. И почему? Потому что прогноз населения более-менее ясен. До 2040 года там немножко эти все прогнозы, как бы, не так уж очень точные, но они примерно прогнозируют количество населения Латвии на миллион шестьсот тысяч к сорокому году. И потому получится так, что, наверное, будет так, что будут места, где население будет еще меньше. А значит, расходы на содержание самоуправления, плюс расходы на услуги для конкретных жителей, в конкретных местах будут выше. И что-то делать надо сейчас, чтобы мы были готовы к такому прогнозу. Не кажется вам вот естественной латвийской реакцией, что, понятно, людей становится меньше, это острая проблема демографии, да, и вот у нас в стране, наверное, мне кажется, так принято, что все недосчитанные, недополученные деньги, но из-за того, что, понятно, людей становится меньше, мы решаем, может быть, их получить путем повышения налогов. Ну, в том числе, если мы можем рассмотреть вот эту перспективу, там, до 2050 года, да, то, скорее всего, мы будем говорить о том, что население сокращается, налоги будут расти, как следствие люди будут искать себе лучшие условия жизни и продолжат уезжать из страны. Ну, как негативная спираль, мы заходим, как негативность. Да, это тупик, это тупик, да. Потому что налоги тоже, налоги, повышение налогов всегда связано с тем, можем ли мы это сделать в ситуации конкуренции с другими странами. Фактически, нам надо признать, что мы конкурируем с другими странами насчет быть хорошим местом для жилья и хорошим местом для предпринимательства. И надо признать, да, мы конкурируем, чтобы быть местом, где люди хотят заниматься бизнесом и хотят жить. А бизнесы, как мы знаем, ищут те места, где налоговая и экономическая выгода лучше. Ну и государство, скажем так, для государства задача сделать такую среду, чтобы для этих предприятий было бы выгодно. Ну, вот как вы можете, допустим, оценить латвийскую реальность и существующую налоговую систему со всеми ее ставками? Насколько вот она разумна и действительно можем ли мы себе это позволить, платить такие налоги, которые мы платим сейчас, не знаю, подразумевая все наше благосостояние жителей? Ну, вот недавняя ситуация с акцизным налогом на алкоголические напитки как раз очень четко это показала. Она такой мини-пример, что означает разные ставки налогов разных ближайших стран. И мы сразу заметили, как это реакция, кто что делает, как конкурировать с налогами. В принципе, такая же конкуренция есть и на счет налога на, скажем, труд. И если у нас очень высокие налоги на труд или высокие налоги, например, на, скажем, предпринимательство, то такая же ситуация, в принципе, будут с предприятиями, которые будут искать места, где выгоднее содержать своих, скажем, предприятий. Но у вас есть какой-то рецепт к успеху? Свой собственный, вот, ваши взгляды. Что мы должны предпринять или как мы должны действовать для того, чтобы улучшить сложившуюся ситуацию? Скажем так, тогда надо немножко назад к экономической теории. Да, да, да. С экономической теорией все довольно, скажем так, ну, ясно-неясно, но более-менее понятно. Эти многие страны проходили через такую же ситуацию. Ситуация такая, что мы исчерпали свой ресурс дешевой рабочей силы, поскольку работаем в едином ринге. И при такой ситуации, используя дешевую рабочую силу и соответствующие налоги, можно примерно 70-75-80% от среднего дохода, скажем, ну, любых стран поблизости. Ну, скажем, в Европейском Союзе. А больше нельзя. И все страны знают. Это значит, что middle income trap называется. Так и название такое есть. И что это означает? Означает, что если мы не найдем новый способ повышения добавки, скажем, added value, ну, скажем, будем производить продукты высокой добавочной стоимостью, не стоимостью, ну, добавочной, аукст-пивенот-авертей. Да, добавочную стоимость. Да, добавочную стоимостью. То мы никак не перейдем эту, скажем, эту грань, которая в реальности в экономике существует. Все страны, которые решили эту проблему, они сделали практически одним способом. Они инвестировали в науку и в высокие технологии и так повысили, скажем, рентабельность предприятий. И когда рентабельность предприятий повышается, тогда получается возможность платить больше конкретным рабочим силам. И тогда они больше не уезжают. И тогда... Мы же знаем наши проблемы. Министерство образования не может найти денег на зарплату учителям. До науки мы даже не всегда можем добраться. Я уже не говорю о спорте, который тоже отвечает это же ведомство. К сожалению, другого способа перешагнуть вот эту грань 75-80% от средней, никто другого ничего не придумал. И то, что работает в экономике, это работает. Оно просто долгосрочное, но долгосрочные инвестиции в предприятия, которые действительно имеют большой доход на одного рабочего, практически что это означает, что оборот предприятия на одного работающего человека выше намного, чем, скажем, в других предприятиях или других местах. Например, в одной из самых, скажем, предприятий, в которой самый большой оборот на одного рабочего, у нас есть такое предприятие «Микро Тиклос», у которого примерно миллион двести тысяч евро на одного рабочего оборота. Это очень много. Если взять другого, другое нормальное предприятие, у которого примерно двадцать тысяч на одного рабочего. А если двадцать тысяч на одного рабочего в организации доход, то максимальная зарплата в этом предприятии может быть где-то восемьсот евро в месяц. Больше не получается. С налогами совсем. И если там работают люди, которых настолько маленько... Причем неважно, какая сфера, да? Мы сейчас говорим о... Неважно. Производят продукт, не производят. Это просто оказание услуг. Абсолютно неважно. Неважно. Но если вот люди могут посмотреть, какой оборот на одного рабочего в предприятии, где они работают. Если они увидят, что там примерно двадцать тысяч, то они поймут, что им никогда не будет там большой зарплаты. Потому что на предприятии просто нет денег, чтобы платить. Много денег для одного рабочего. Все, что стараются сделать предприятие, чтобы один человек, работающий в предприятии, заработал намного больше. Это не означает, что он должен, скажем, работать больше. Он должен работать так, чтобы можно было продать продукцию за больше денег. Работать качественнее. И, скажем, продуктивность означает не то, что просто работать больше. Означает работать умнее и продавать продукцию дороже. Ну, скажем, экспортировать ее и таким образом, скажем, Добавочная стоимость каждого рабочего дает большую отдачу. Вот это самая основная задача, которую государство должно помогать решать предприятиям, создавая ситуации, когда расходы на производство небольшие, расходы на электричество, например, небольшие расходы на налоги, на большие. И получается, что компании могут инвестировать в производство или в услуги с высокой добавочной стоимостью. Я говорю еще раз, все страны, которые решили этот вопрос, они решили как раз таким образом. И другого рецепта более-менее больше нет. Ну, об инвестициях и привлечениях мы еще поговорим чуть позже. Но если возвращаться к вопросу территориальной реформы, и вот говоря об этих 35 будущих муниципалитетах, которые планируются создать, это как-то решит, на ваш взгляд, вопрос демографии в том числе? Я бы сказал сказать, 35, 40 или 25. Не 100, да? Разница есть. Да, это не столько важна сам цифра, сколько сам концепция. Административная реформа должна решить несколько проблем. Первая проблема – это проблема очень неравномерия в развитии Латвии. Любая передел – это одна из самых главных проблем. Потому что почему неравномерное развитие создает столько проблем? Получается, что в одном месте Латвии сервисные услуги для населения намного лучше, чем в другом. Такая ситуация, в принципе, создает неблагоприятное отношение населения к государству. Потому что неравномерность, неравноправие создает недовольство. И это тоже везде доказано, что это создает недовольство. Недовольство населения – это очень плохо для любой страны. Мы можем видеть Франции. В Франции люди были недовольны, что очень много разницы между доходами. Но югом и севером всегда, во многих странах можно это проследить, да? Да, но задача реформы – уменьшить неравномерное развитие. Чтобы это, я думаю, одно из самых главных вопросов. Второе, самый главный вопрос – качество сервисов для населения. Доступность и оказание услуг, да? Образование, то же самое, скажем, здоровье, безопасность. Нужна ли муниципальная полиция в каждом? То есть вы ставите под вопрос? Нет, я бы сказал, что у нас сейчас вообще нет религируемых вопросов. Кто хочет, то делает муниципальную полицию, которые тоже расходы, но есть и порядок. А в других нет. И у нас получается, что у них одних есть, других нет. Один раз это государственная полиция, других муниципальная. И это тоже услуга населения. Как обеспечить население, скажем, равноправным доступом к собственной безопасности? Так что такие вопросы очень важно решить в такой ситуации, когда мы должны понять, как сделать государство, чтобы вот таких вопросов у меня есть, у тебя нет сервиса. Больше не было. И, конечно, с этим связаны и расходные части. Все вот эти услуги, конечно, стоят. Если есть большое неравномерное распределение, скажем, населения, то в одних местах это стоит намного больше, в других намного меньше. И это тоже приводит к негативной спирали. И потому получается, что одни развиваются лучше, ну, скажем, населенные пункты, а другие меньше. Но еще третья задача, которая должна быть решена, это задача, то, что были сильные центры развития. Потому что тоже тенденция мировая, что это внутренняя урбанизация, ну, концентрация экономических центров, особенно для молодежи, существует. Если мы не сделаем больших, таких значительных экономических центров регионов, то люди все равно тенденции будут продолжать, например, будут ехать в Ригу, что тоже не всегда хорошо. Потому что мы должны иметь хорошие центры развития во всей Латвии. Вот эта третья задача, которая должна быть решена. Господин Берзниш, наденьте, пожалуйста, наушники. Мы сейчас примем звонок, выслушаем, а после уже перерыва на новости рекламы дадим ответ. Здравствуйте, мы вас слушаем, как вас зовут? Добрый день, Константин. Да, пожалуйста. Хочу сказать следующее. Прошло 30 лет. Что в эфире СМИ, что в политических дебатах перед выборами. Политическая номенклатура постоянно говорит одно и то же. Как должно быть, как бы было бы хорошо, что бы надо было бы еще сделать. Но на минуточку. Прошло 30 лет. Осталось 15 лет до сравнивания срока так называемой советской оккупации, 45 лет, если не считать войну, до срока независимой Латвии. То есть осталось 15 лет. Если сравним итоги, с 30 лет, с 45 по 75, когда Рига и Латвия были отстроены, после разрушительной войны построены гидростанции, построены заводы, детские сады и школы, что мы видим 30 лет сейчас. И что мы еще увидим через 15 лет сейчас. Население в 89-м году Латвии было 2,7 миллиона. Сейчас мы с трудом набираем полтора. Спасибо большое. Извините, что я вас вынуждена прервать. Я думаю, вопрос вашей реплики понятен. Мы дадим ответ после перерыва на новости рекламы. Продолжаем. У нас в гостях профессор Латвийского университета, экономист Гундерс Берзинш, до перерыва нам позвонил слушатель, задал вопрос. Он сравнил две Латвии. Это Латвия в составе Советского Союза, где и население превышало 2 миллиона человек, где предприятий собственных в Латвии было больше. И сравнил последние 30 лет, указывая на то, что все идет на спад. И вот ваше мнение по этому поводу. Ну, скажем так, если смотреть, как средние доходы населения, ну, скажем, в глобальных мерках, у нас почти никогда люди так хорошо не жили, как сейчас. По сравнению, скажем, во всем миром, и средние доходы намного лучше, и они растут с каждым годом. И почему так может быть, когда производство уменьшается, а люди живут все-таки лучше? А ситуация в том, что просто экономика меняется во всем мире. Если раньше там большинство было производственных предприятий, где люди, которые во всем мире производили, то сейчас, если посмотреть развитую экономику, то производство не больше 30% от всех экономик, даже в некоторых странах еще меньше. И остальное все, 70% примерно, это сервисные сервисы. И сервисы могут быть намного разные, очень разные, и это дает возможность, возможность без очень большого производства довольно хорошо или хорошо жить. И почему это возможно сейчас, и было намного меньше возможно раньше, это потому, что, ну, скажем, глобализация дала... Развитие технологий. Развитие технологий и глобализации. Что это означает? Это означает, что предприятия могут работать во всем мире, и не только в закрытых системах. И если каждый может работать во всем мире, из Латвии, как вы знаете, очень много предприятий продают по всему миру продукцию, и импортируют из всего мира, это дает возможность развиваться экономикам и без очень большого, скажем, процента производства. Просто так меняется, ну, так и... Передел рынка, да. Ну вот, раз уж мы заговорили об этой глобализации, хотелось бы поговорить тогда уже об инвестиционном климате в нашей стране. Вот как наши государства себя позиционируют на международной арене, да? Вот я, может быть, сейчас сошлюсь на слова президента нашего, Эгела Левица, вот он на свой инаугурационный день, он сказал, что Латвия – это неотъемлемая часть именно Западной Европы, и подчеркнул, что это не мост между Западом и Востоком, да? Как иногда некоторые эксперты могут позиционировать нашу страну. Вот как бы вы определили место, наше место вот на этой карте? Скажем так, каждая страна старается, старается позиционироваться в этом глобальной конкуренции. Как я уже говорил, мы конкурируем за предприятия, за инвестиции, за таланты. И я бы сказал так, что Латвия еще не определила, что будет такой уникальной конкуренцией, конкуренной способностью в Латвии. Ну, до всех санкций, ограничений, в том числе американских советов, я говорю сейчас о МАН и ВАЛ, о нерезидентах, знаете, мы такой строили, строили свой балтийский, европейский Сингапур. Ну, по крайней мере, были такие намерения, да, после всех скандалов, которые произошли в прошлом году, и очищения, в том числе, сферы финансов, как бы надежды на этот счет рухнули. Да. Мы очень много строили, сначала были мосты, у нас был транзит, решит все проблемы. Вот в том числе, да, потом финансовым, будем, будем... Идей было много. Да, потом будем финансовым центром тоже решить все вопросы. Вопросы, но тоже не получилось. Ну, в логической ситуации, то, что там произошло в последние два года, я бы сказал, это причина всего этого, почему у нас не получилось, потому что мы думали, что мы можем здесь создать, что-то вне зависимости от того, что происходит во всем мире. Я бы сказал, мы просто опоздали с пониманием тенденций. Как мы иногда опаздываем с пониманием моды на некоторое время, то в этом случае мы опоздали насчет понимания экономической ситуации, как в мир меняется. И в связи с тем, что технологии развиваются, в мир меняется очень быстро, эту компетенцию в Латвии надо очень сильно развивать, как быть, не опаздывать с глобальным тенденцией. Если бы мы поняли, что, например, борьба с терроризмом и, скажем так, усиление денежного контроля в мире продолжается, мы бы поняли, что тенденция есть, мы бы могли сохранить или, по крайней мере, не быть в такой ситуации, которая сейчас, когда мы должны еще крепче перегнуть палку, что мы сейчас должны сделать, потому что опоздали. Но я бы сказал так, что мы должны найти свой конкретный путь, и этот путь, как я уже говорил, другого выхода в этой ситуации у нас нет. Как только максимально инвестируется в производство, скажем так, создание экономик с высокой добавочной добавочной стоимостью. Ну, мне кажется, может быть, если не совсем разумно сравнивать с Латвией, западной частью Европы, с Германией по развитию, ну и по очевидным причинам, вытекающим из истории прошлого века, ну, допустим, с Литвой и Эстонией мы себя сравнивать можем, и мне кажется, даже нам это необходимо. И вот на фоне наших соседок, ну, если представим такой, может быть, потенциал, пьедестал, простите, да, вот из трех мест, то, как вы думаете, вот золото, серебро, бронза, где Латвия, где Эстония, где Литва? Интересно, что каждая из этих стран идет немножко по другому пути. Если Эстония позиции сегодня как раз мы часть в Северной Европе, они очень четко это сказали, они не говорили, что они мост, они как раз мы сильная, там, дигитальная экономика, это рекламируют, и у них и получается создать. Они дигитальная страна, абсолютно, они единственные, кто голосует, даже на выборах, у них есть электронное голосование. Да, дигитальная, они как раз это делают, и они очень консеквентно делают. И у них, если посмотреть по данным, хотя население меньше, миллион триста, по-моему, да. Ну, вопрос с дигитальной экономией как раз тот, что он с высокой добавочной стоимостью, потому, они как раз это поняли намного раньше. И они как раз попали в эту глобальную тенденцию, то, что я уже говорил. Так что, и доходы населения выше, в среднем, чем Латвия, при том, довольно намного. Хотя налоги, если посмотреть, немножко ниже. И вот у них это получается. Значит, Эстония, грубо говоря, на этом воображаемом пьедестале стоит у нас на первом месте. Если бы сказать, что по развитию экономики и доходов одного каждого среднего жителя, то да, в Эстонии они лучше. Литва пошла еще по-другому прийти. У них как раз в последнее время как раз вот добавочная стоимость тоже выросла. И они пошли немножко по-другому прийти. Они, у них намного больше предприятий. Просто у нас много маленьких, у них довольно много больших. Они объединились намного лучше. И большие предприятия тоже делают очень такую экономику, которая способна инвестировать в развитие. И они очень они догнали Эстонию по участию в глобальных сетях торговли. и где мы отстаем. Они развивают как раз торговую часть своего бизнеса, сервисную. У них есть производство, но у них есть сервис, который они продают глобально. И они как бы уже давно определили стратегию страны, что они конкурируют и они должны создать среду, чтобы предприятиям было хорошо находиться в Литве. и это стратегия государства. У них один большой плюс был. И большой плюс был в том, что в правительстве и столице были более-менее одни и те же партии власти. И скажем, они как бы очень сильно развивали свои экономические центры. И это им дало очень хорошие результаты. Правильно я вас поняла, что бронзовая медаль осталась именно нам в этом рейтинге и таким образом, потому что у нас может быть не сформулирована точно и до конца и правильно наша национально-экономическая идея. Да. Я не всегда говорю, что экономическая идея самое главное в жизни, но... В какой-то период времени она определяет направление хотя бы, в котором государство надо двигаться. Но, скажем так, для любой страны быть сильной экономически важно. Потому что только так можно обеспечить хорошие условия жизни для населения. Ну, вот хорошие условия жизни населения в том числе обеспечивают и профессионализм самих жителей, их образования, их родицы. И я хотела бы плавно уйти в сферу образования, которую вы в том числе представляете. Я напомню, у нас профессор Латвийского университета сегодня в гостях. И по поводу высшего образования. В одном из интервью или в одних своих публикаций вы сказали о том, что вот если концепция образования прошлого века была ясна, научить людей читать, писать, мыслить и пользоваться этими навыками в жизни, то концепция образования 21 века у нас еще не сформирована до конца. И вот сейчас разрабатывается, по крайней мере, для школ новое содержание образования, которое будет основано на компетенции и образовании компетенции. И это вот не тот ли ответ, которого мы ищем? Я сказал, что мы должны чтобы вообще развивать образование как такое, начиная с школы с высшим образованием, престиж образования должен быть высоким. Престиж образования. Если престиж образования высокий, то есть мотивация и у школьников, и у родителей делать так, чтобы дети хотели учиться, и дети были мотивированы учиться. Если это мы не сделаем, то мы всегда будем бороться, независимо, какое будет образование с тем, что результаты экзаменов плохие. Надо посмотреть опять в мире, что есть две скажем таки абсолютно две самые лучшие модели в мире образования по тестам. Это Сингапур, первое место с отрывом, и Финляндия, которые пошли по всем совсем другим путем. Сингапур пошел путем скажем так традициональным, высокие мотивированные учителя, очень четкий план обучения традиционным, министр образования знает почти каждого этого хед учителя в стране, у них там есть в каждой школе там не такой большой, 5 миллионов населения, но у них очень четко у каждого директора вы имеете ввиду? Прочти каждого директора, они так говорят у каждого учителя 100 часов в году повышения квалификации, и очень четко развита система, где они разрабатывают новые книги, все под контролем, так что этот один путь Сингапура, при том и второй путь в Финляндии, где в компетенциях в компетенциях модульная система и на компетенциях, где намного больше свободы у учителя, в Сингапуре нет свободы, там процесс, в Финляндии есть свобода и ученика выбор, да, выбор, но есть очень большая разница, в Финляндии все еще профессия учитель считается одной из самых престижных, и в Сингапуре тоже, это одинаково, учителя зарабатывают где-то на 20 процентов выше, чем средняя зарплата, чтобы был престиж, и как определить, есть ли престиж у конкретного скажем, учителя, вообще учителей в конкретном стране, мне очень понравился пример, который как раз финны сказали, они говорят, ну, как мы знаем, что у нас профессия учителя престижная, если я приду к своего маме и скажу, я вот буду жениться на учительнице, или выйду замуж за учителя, мам будет очень рада и скажет, тебе повезло в жизни, если у нас было бы так, то мы бы считали, что профессия учителя должна быть престижной, и это, скажем, тогда будет конкуренция на эту профессию, тогда самые лучшие туда пойдут, и тогда наши дети получат самое лучшее, что есть, и они будут мотивировать этих детей учиться, родители знают, что учеба тоже дает это очень престижно, и будут мотивировать детей учиться, и это все, скажем, по крайней мере в мире доказано, что это дает результат, и результат намного лучше, чем у нас. Ну вот вы как раз затронули проблему именно престижа образования, и у кого есть возможность те абитуриенты, они стараются по окончанию школы, допустим, уехать, или ищут себе вузы, да, я говорю сейчас о самых разных странах, и даже если мы посмотрим на рейтинги, допустим, два самых популярных, есть европейский рейтинг вузов, есть мировой рейтинг вузов, то Латвия далеко находится не на первых ста пунктах, в европейском рейтинге это там двухсотые какие-то позиции, в мировом рейтинге это семисотые позиции, я сейчас говорю о Латвийском университете и РТУ, которые вот два единственных вуза, которые входят в эти рейтинги, и с каждым годом позиции не меняются в лучшую сторону, да, но вот почему тогда латвийские вузы отстают даже, даже от эстонских и литовских, которые в этом списке значительно опережают наши, я говорю там порядка трехсот на триста мест, на четыреста мест. Ну это опять конкретно долгосрочная политика государства, я бы так сказал. Скажем так, например, университет, о чем вы говорите, который действительно четырехсотом, примерно четырехсотом месте в мире, у них последние двадцать лет финансирование было, скажем так, примерно каждый год, каждый год, на два раза выше, чем в латвийском университете. Все в деньги опять впирается, да? К сожалению, к сожалению, есть очень четкая, 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 скажем, корреляция между количеством финансирования одного студента и рейтингом в этом рейтинге, потому что что сделал Тарту, они с этими дополнительными финансами, они очень четко могли могли планировать, они могли приглашать лучших учителей со всего мира, потому что просто доход был достаточный, чтобы лучшие специалисты приезжали, у них есть международный конкурс, например, и там очень много, скажем, иностранцев тоже преподают, потому что просто у них было достаточно денег, чтобы, скажем, этих очень... Позволить себе этих профессоров. Профессоров и образование, как опять престиж получается с того, что можно получить лучших в место, где, ну, скажем, конкретные позиции. И в Литве немножко тоже по-другому, но финансирование было намного выше. И, скажем так, это решение специализации, конкретных специализаций и решение то, что мы будем развивать экономику через высокую добавочную стоимость. И они намного раньше поняли, что нужно инвестировать в ситуации, когда университеты часть экономик, которые помогают предприятиям быть такими, чтобы обеспечить эту высокую добавочную стоимость. Но можно решать вопрос не всегда именно финансированием, в том числе. Ну, допустим, вот обращусь к немецкому опыту. Я точно знаю, что, допустим, Германия заинтересована именно в привлечении интеллектуальных ресурсов, и в том числе иностранных, и поэтому она предоставляет программы, бесплатные программы в высшем учебном заведении. Я напомню, по всей Германии можно получить высшее образование бесплатно, и даже для иностранных студентов, надо владеть только определенной степенью языка. И почему Латвия, наоборот, от этого отказалась? У Латвии до недавнего времени была единственная такая возможность во всей Европе в частных вузах предоставлять образование на русском языке, что привлекало студентов бывших стран СНГ, практически сюда. А теперь мы как бы отрезали этот канат, и таким образом, я уверена, что часть тех студентов, которые могли сюда приехать, остаться, выучиться здесь, и составить конкуренцию, в том числе, на местном рынке, мы просто лишились. Скажем так, если мы хотим конкурировать глобально с высшим образованием, как место, где хорошо получить высокое образование, мы должны идти под тенденциям, которые, скажем, глобально существуют. английский язык, я бы сказал так, английский язык сейчас тот язык, на котором мы должны учить, потому что просто сейчас хорошее высшее образование получить можно реально только на английском. И в конкретных стран языках конкурировать на других языках можно, но это не всегда соответствует качеству, ну скажем, качественного образования. У нас в языке тоже очень много иностранных студентов, но мы предпоем на английском языке тоже. И я сказал бы так, что может нам нравится или не нравится, но английский язык стал языком науки. Ну он считается языком науки, да? публикации получаются практически, ну реально, если мы хотим в этом рейтинге подняться куда-то, то публикации фактически только на английском языке, литература научная тоже почти только на английском языке, и от этого уже, я думаю, никуда мы... Да, но это не значит, что можно идти в этом направлении, но не обязательно же отказываться от того, что могло являться нашим преимуществом. Но это не поднимет эти университеты в рейтинге. Если мы в рейтинг считаем, как, ну скажем, мы хотим престижно быть престижными университетами, то рейтинг, это... в то рейтинге мы должны иметь иностранные студенты. Я понимаю, но это же решает другие вопросы, привлечение людей, возможно, вопрос демографии, профессионалов, профессионалов своего дела, специалисты могут оставаться здесь, переводить сюда свои семьи или создавать здесь свои семьи, я имею в виду те студенты, которые приехали когда-то сюда учиться. Ну то есть это целая цепочка того, что можно с собой вести вот в данном случае, допустим, там преподавание в частных вузах на русском. Да, ну скажем так, насчет частных вузов у каждого, по-моему, я очень не анализирую их, но у каждого своя стратегия, как они стараются конкурировать, можно конкурировать языком, это одна из вариантов конкуренции. Если, ну, еще раз, то, что я хотел сказать, что если мы хотим конкурировать глобально, я думаю, у этих вузов должна быть такая амбиция глобально конкурировать, то язык, не должен быть единственным, а содержание должно быть самым главным аспектом конкуренции, не только язык. Например, в Германии тоже, они есть на немецком языке, есть на английском языке программа. Я бы сказал так, что для латвийских вузов, что престиж образования в Латвии был высоким, я думаю, мы должны идти по, ну, этим глобальным, использовать глобальные тенденции. Я бы сказал, если эти вузы будут учить конкурировать глобально, то лучше идти по этому пути. Много со временем, да, со второй частью Европы. Я думаю, что английский язык все равно будет основным языком научного развития, а без науки в рейтинги вообще не попасть. Да, нам на этом пора заканчивать. У нас сегодня в гостях был профессор Латвийского университета, экономист Гундер Сберзинч, провела передачу Алену Борисову, помогал мне звукорежиссер Евгений Копеин. Спасибо вам большое. Спасибо.